Всем привет, зрителям и подписчикам моего канала. Сегодня предлагаю вашему вниманию приготовить очень нежный, очень вкусный и очень необычный салат на праздничный стол и не только. Ну что ж, вначале мы приготовим все продукты, а потом будем собирать салат. В первую очередь я беру отваренное куриное бедро и просто так вот руками разрываю его на ломтики. Каждый продукт, который мы будем готовить, мы будем отставлять в сторонку. Затем мы берем куриные яйца, отваренные вкрутую, и разделяем их на белки и желтки. Берем терку и на мелкую терку натираем вначале белки полностью все, и точно на такую же мелкую терку мы натираем желтки. После того, как натерли, отставляем их в сторонку, но не смешиваем вместе с белками. Все оставляем в разных посудах. Затем нам нужно взять крабовые палочки и измельчить их. Я беру одну крабовую палочку, разрезаю на 4 ровных части, а затем еще вот так вот нарезаю небольшими, так сказать, кусочками. Ну что ж, а дальше нам остается только собрать салат. Я беру подходящей формошке тарелку, кольцо для сборки салата. На первый слой мы будем аккуратно укладывать куриное мясо, то, что мы заранее готовили. На второй слой мы берем ровно половину белков, тех, что мы натирали на мелкую терку, и нам нужно все вот это аккуратненько-аккуратненько разровнять. Затем это все нам нужно посолить и поперчить. Дальше берем майонез и делаем сетку из майонеза. Затем нам нужно взять один плавленый сырок и натереть его на крупной терке. Этот плавленый сырок можно заменить еще копченым сыром. Берем вилку и аккуратно разравниваем вот этот слой с сыром. Он немножко будет клейкий, но все равно он легко и хорошо аккуратно разровняется. Затем берем опять майонез и опять-таки делаем сетку из майонеза. А затем только солим и перчим. Затем нам нужно взять небольшой кусок сливочного масла. Его нужно предварительно положить в морозиловку, чтобы оно хорошо замерзло. И тоже натереть его на крупной терке. Слой с маслом тоже аккуратно разравниваем вилочкой. В этом здесь не будет никаких проблем, потому что оно мерзлое, оно разравнивается хорошо. И опять-таки делаем небольшую сетку из майонеза. Дальше мы отправляем полностью те белки, что у нас остались, вторую половину. И тоже все хорошо аккуратно разравниваем. Не забываем, что нужно посолить и поперчить вот этот слой. И снова делаем сетку из майонеза. Затем мы берем крабовые палочки и делаем небольшой слой. Опять не забываем про соль, перец. И вновь делаем сетку из майонеза. На следующий слой мы выкладываем маринованную кукурузку. Аккуратно все выравниваем. Не забываем про соль, перец. И делаем еще раз сетку из майонеза. И последний завершающий слой, который мы будем наносить, это будут натертые желтки. Этот слой будет завершающим. По нему нам уже не нужно будет делать майонезную сетку. Ну что ж, нам остается подождать часа два в холодильнике, чтобы наш салат немножко пропитался. А затем как-то украсить и можно будет подавать к столу. Ну что ж, ребят, вот такая в итоге получается у нас красота. Сегодня делаем очень необычный, вкусный, нежный и в то же время с небольшой ноткой пикантности салат в виде тортика, который называется французский поцелуй. Первое, что нам нужно сделать, это замариновать лук. Нам нужно нарезать его небольшими полукольцами. Отправить в такую большую, я бы сказал, не мелкую посудину. Добавить в нее сахар. Добавить также уксус. И залить вот это все кипятком. Оставить на минут 15-20, чтобы оно все промариновалось. И после того, как наш лук замаринуется, мы приступим к сборке нашего салата. Затем нам нужно взять колбасу, в моем случае это ветчина, но можно взять любую другую вареную колбасу. Нарезать ее небольшими полосками, я бы сказал, небольшими ломтиками. Ну и можно также нарезать ее будет кубиками. После того, как мы нарезали колбасу, мы берем наш маринованный лук, процеживаем его, чтобы вся жидкость с него убежала. И отправляем в миску вместе с колбасой. И вот это все нам нужно перемешать. Ну а дальше нам осталось только собрать наш салатик. Так как я и говорил, салатик будет в виде тортика, поэтому я взял разъемное кольцо диаметром 18 см. Но вы можете взять любую другую форму. Если у вас нет формы, то салатик можно собрать будет просто горкой. На первый слой мы отправляем, как вы видите, маринованный лук с нарезанной колбасой. Аккуратненько все хорошо разравниваем. И покрываем вот это все хорошо майонезом. Сам майонез нужно тоже распределить равномерно по форме. Так сказать, разгладить его. На следующий слой мы берем одно яблоко и натираем его на крупной терке. Яблоко лучше всего взять, чтобы оно было немножко кислое. Яблоко мы тоже выравниваем и опять-таки накрываем все майонезом. Дальше берем два куриных яйца и тоже натираем их на крупную терку. Полностью после того, как натерли, все хорошенько выравниваем. Добавляем майонез. Немножко добавляем соли и перцу. И опять-таки майонез нужно аккуратно разгладить. На следующий слой берем две отварные морковки. Натираем их на мелкую терку. Выравним все аккуратно. Солим и перчим. Этот слой майонезом мы не покрываем. Дальше мы берем твердый сыр. Натираем его на мелкую терку. После того, как натерли сыр, укладываем его следующим слоем. Слой делаем не слишком тонким. Берем ложку, хорошенько его притрамбовываем. И слой с сыром нам нужно очень хорошо смазать майонезом. Потому как если вы добавите мало майонеза, сыр будет слишком сухим. И чтобы собрать наш салат до конца, мы все слои будем опять-таки повторять. Все, кроме лука. Добавляем колбасу, но без лука. Затем одно натертое яблоко выравниваем, покрываем майонезом. На следующий слой два куриных яйца, натертых на крупную терку. Соль, перец и покрываем майонезом. Следующий шаг. Это две отваренные морковки, натертые на мелкую терку. Хорошенько разравниваем, добавляем соль, перец. И на этот слой мы добавляем майонез. Ну и последний завершающий слой мы добавляем натертый твердый сыр. После этого, как мы все собрали вместе, нам нужно дать салатику примерно где-то часа полтора-два в холодильнике настояться. И можно подавать к столу. Напоминаю, что подробно сколько каких продуктов пошло на вот такой вот салатик, читайте в описании под видео. Ну вот, прошло два часа в холодильнике. Вот такой вот красивый салатик в виде торта у нас получился. Сам салатик немножко сладкий, немножко кислый, немножко такой пикантный. Ну, совсем как французский поцелуй. И самое главное, когда будете подавать его на стол, не забудьте позаботиться о том, чтобы у вас была лопатка для торта. Потому как этот салатик нужно подавать именно так. Ну вот как-то так, ребят, салатик выглядит в разрезе. Салатик получается очень вкусный. Я вас уверяю, что все, кто его попробует, обязательно у вас попросят рецептик. Иногда хочется что-то необычное, но так, чтобы было вкусненько и легко приготовить. Сегодня мы приготовим необычный сырный рулет с колбасой и грибами. Вы на канале Аппетитная Кухня. И давайте же мы сделаем эту вкусняшку. Нам понадобятся вот такие вот простые продукты. Ну, а подробный рецепт в описании под видео. В первую очередь мы берем одноразовый пакет и отправляем в него два плавленых сырка. Затем вот этот вот пакет вместе с сырками нам нужно отправить в микроволновку на максимальную мощность. И разогревать вот это все с каждой стороны по 30 секунд. После того, как сыр разогрелся, мы берем вначале ложку, разравниваем вот эти сырки как можно больше ложкой в этом пакете. А затем мы берем скалку и скалкой разравниваем так, как мы раскатываем тесто. Нам нужно добиться, чтобы получился один большой пласт. Не слишком тонкий, но не слишком толстый. У меня толщина этого листа получается примерно 2 миллиметра, а размер вот этой разделочной доски где-то 22 на 30 сантиметров. Ну, вот такой вот более-менее ровный у меня получился пласт. А затем мы берем его вместе с досточкой, отправляем в холодильник где-то на минут 20, на то время, как мы будем готовить начинку. Для приготовления начинки берем две подходящие тарелки и берем куриные отварные яйца. В одну тарелку отделяем белки, а во вторую тарелку отделяем желтки. Берем терку и на мелкую терку аккуратно натираем полностью все белки. Затем мы берем отваренные шампиньоны, берем нож и измельчаем их как можно больше. После того, как нарезали шампиньоны, нужно взять нож и еще по ним вот так вот постучать, чтобы они были еще меньшими кусочками. Затем вот эти измельченные шампиньоны мы отправляем к желткам. Дальше к белкам мы выдавливаем на чеснокодавку 2-3 зубчика чеснока. Затем мы берем две тарелки, одну с белками, одну с желтками, добавляем понемногу и туда и туда соль, перец. К белкам мы добавляем 2 столовые ложки майонеза, а к желткам мы добавляем всего лишь одну столовую ложку майонеза. Затем мы берем вилку, белки с майонезом аккуратненько все хорошо перемешиваем, а желтки с грибами вначале нужно хорошо разомнять и тоже аккуратно перемешать до однородного состояния. Дальше мы достаем из холодильника вот тот пласт, что мы раскачивали, он немножко уже пристыг, так сказать. Аккуратненько снимаем верхний слой целлофана, нижний слой оставляем. Ну а дальше мы берем желтки, те что мы перемешивали с грибами, укладываем их на слой сыра и разравниваем полностью по всему пласту. Нужно все равномерно покрыть, но с одной стороны, с одного края нам нужно оставить примерно сантиметра два. Следующий слой я выкладываю солями итальянскую, в большом диаметре солями колбасу, но ее можно взять и в меньшем диаметре, просто аккуратно попросить в супермаркете, чтобы ее на слайсере нарезали очень тонко. Дальше мы берем те белки, что мы перемешивали и аккуратно по всей колбасе вот этой разравниваем, тоже делаем равномерный слой. Разравнивать нужно так, чтобы нам полностью разровнялись все белки, те что мы перемешивали. Ну и после этого мы берем аккуратно за целлофан и будем сворачивать вот это все рулетом. Нужно свернуть аккуратно, чтобы сыр нам не разломался. Делайте все не спеша и у вас все аккуратненько получится. Получится красивый аккуратный рулет. Ну и после того, как вы свернули рулет, обратно закатываем его в этот целлофан, что у нас остался. И в таком вот виде отправляем на 2 часа в холодильник на нижнюю полку, но ни в коем случае не в морозиловку. Итак, после 2 часов в холодильнике мы достаем рулет, вынимаем его из целлофана, но не полностью, так чтобы нижний слой еще был на целлофане. Берем мелко нарезанный укроп или петрушку и аккуратно присыпаем наш рулет вот так вот зеленью. Это придаст вкус и красоту. После этого мы берем нож, аккуратненько подравниваем края, ну а все остальное можно нарезать и подавать к столу. Либо кушать самому, либо на праздничный стол. Ребят, это блюдо удивит любого, кто к вам придет в гости. Ну что ж, посмотрите, нарезается он хорошо, он не ломается, он не сжимается, он не лопается. И в разрезе, когда вы будете его подавать к столу, получается вот такая вот аппетитная и очень красивая, необыкновенная вещь. Ну что ж, ребят, на этом вот все. Кому понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями. Подпишитесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик и обязательно попробуйте приготовить вот такой вот необыкновенный рулет. Я думаю, что вам понравится. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная Кухня.